Всем привет, друзья! Сегодня отличная самоделка из кейса, который есть у каждого и лежит где-то в сторонке. За свою практику я встречал три вида кейса. Вот, например, первый. Тонкий пластик, который делит ящик на секции, и с ним особо каши не сваришь. Вот второй вариант. Этому ящику уже, ну, лет пять. Тут пластик прям отлит. И, к сожалению, такие кейсы, кроме хранения шуруповерта, тяжело использовать. А вот третий вариант. Здесь интересная фишка. Имеется вкладыш. Он легко вытаскивается, и пластиковый ящик можно использовать в любых назначениях. Вот с ним и будем мы работать. А остальные пусть пока дальше полежат на полках. Глядишь, что-нибудь придумаем. Как видите, стеллаж работает полным ходом. Делал я его в прошлом видео. Советую глянуть, если кто не смотрел. Ну и места в мастерской стало намного больше. А вот вам фишечка, друзья. Сначала я купил ящики для хранения разных штук. Но они дорогие, цена кусается. Выходом стала покупка обычных пластиковых ведер. Стоит дешевле, да и влезает в разы больше. Так что берите на вооружение. Вдруг кому пригодится. Итак, работать будем с пластиковым ящиком. И для начала немного креатива. У меня есть остаток цепи. Ее я решил закрепить по бокам. Тем самым при открывании ящика одна дверца будет в виде столика. Замерив нужное расстояние, откусываю две заготовки. Следующим этапом засверливаю отверстие толщиной в 6 миллиметров. Будем крепить цепь на болтик и гайку. Ну и добавим пару шайб. Продолжение следует... Проверяем работоспособность. Все хорошо, едем дальше. Снимаю внутренние размеры с ящика. И сейчас вырежу кусочек фанеры. Фанерку буду закреплять под определенную высоту. Но мне так удобней. Рассверливаем отверстие и аккуратно фиксируем на свое место. Далее в мастерской я присмотрел, самый близкий и удобный проходной участок стенки. Именно сюда, вот прям сюда и повесим это важное. Всем нужное, будь у вас мастерская или гараж. Но реально, ребят, заморочьтесь и сделайте себе что-то похожее. Не ждите пока петух клюнет прямо в одно место. Короче, замутил я себе аптечку. А то забинтованные пальцы изолентой, а потом отрываешь это все с мясом, это не есть хорошо. Ну и последний штрих. Сочный красный крест. Напишите в комментах, друзья, а у вас есть аптечка в гараже или в мастерской? И я надеюсь, что аптечка, которая в машине у вас, вы ее лично сами собирали. А не тупо купили за 100 рублей и кинули в багажник. Думайте наперед и дай бог, чтобы она вам никогда не пригодилась. Поставьте лайк, если мои мысли были полезны. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо, добра, удачи, позитива. Всем пока-пока. Сделайте аптечку. Пусть будет. На всякий случай. Пусть будет. Пусть будет.